Здравствуйте, уважаемые! Мы находимся на турнире, посвященном 20-летиям первого Старкрафта. И здесь встретили почти победителя вчерашнего турнира Road to Moscow под номером 2, если я правильно помню. Артура, привет! Всем привет! Я Артур, играю за Терна. Артур, тебя и зовут Артур, да? Во-первых, Арктур, это из компании Арктур Мельц. Почему ты выбрал роль подлеца? На самом деле я не играл в компанию вообще. Но, во-первых, первые две буквы мои инициалы в этом нике. Во-вторых, это еще из астрономии звезда. Так и не сыграл в компанию в результате? Нет. Я как начинаю играть в компанию, просто скучно и хочу на ладер. А ты начал свою киберспортивную карьеру, назовем это так, ну, можно назвать так, со Старкрафта второго или раньше во что-то играл еще? Ну, киберспортивную, конечно, со второго Старкрафта. Почему тебе понравилась эта игра? Мультиплеерная часть, потому что есть мнение, что стратегии нынче не очень популярны, потому что они, ну, не модные, несколько сложные для обывателя, местами непонятные. Ну, я случайно зашел на стрим игры Нести против МЗП. Я не понимал, что происходит, но мне очень понравилось. Решил поиграть. Потом сначала играл с другом командные игры. А потом как-то втянулся вот в соревновательный аспект. И с тех пор только один на один играю. Тебе не сложно было с точки зрения, там, моторики, микроконтроля, если до этого ни во что так серьезно профессионально не играл, все-таки сложновато, наверное, было на Старте, нет? Ну, мне нужно было на Старте смотреть много вводов профессиональных игроков и именно смотреть за их механикой. Как они все кликают, какие у них бинды, фотки. Я не знаю, насколько это было сложно, но да, надо было учиться с нуля. Как ты выбрал расу свою и почему? Ну, я сначала играл за Зергов, ну, где-то в Платине. Потом много смотрел на то, как играет Бомбер, стал его фанатом и решил тоже террином стать. Хорошо. Ты учишься где? Я не учусь. Почему ты не учишься? Решил пока поиграть в Старкрафт, чуть-чуть, перерыв. Ты закончил школу и вот сейчас момент как раз такой, что можно было идти в ВУЗ и ты решил поиграть в Старика. Я решил сделать небольшой перерыв. А если продолжишь учиться, то куда пойдешь? Точнее, начнешь получать высшее образование? Ну, не знаю, но это будет какая-то техническая специальность, скорее всего. Как у тебя успехи с точными науками? Ну, то есть, я не знаю подробностей, но по типажу ты куда-нибудь в физмат, олимпиадник и туда куда-то. Но конкретнее. Ну, мне всегда нравилась математика, но и гуманитарные науки тоже меня привлекают. Я бы не сказал, что у меня какая-то склонность к чему-то одному. Чем ты увлекаешься, кроме Старкрафта? Немножко гонками. Смотрю Формулу-1 и люблю картинг. Картинг, какие движки объемом? Ты сам катаешься или смотришь? Старкатный. Ну, 7 лошадиных сил. Это же посерьезнее, это уже не пятерка, это посерьезнее, да? Ну, да. Открытые? Ну, я катаюсь на закрытом асфальтовом треке. А с первым Старкрафтом ты не играл, видимо, да? Не застал, учитывая тот факт, когда игрушка тебя немножко даже старше. Это, видимо, не застал. Ну, не застал, но я интересуюсь этой игрой. Мне нравится смотреть стримы, флэш от других проигроков. Тех, кто вернулся из второго Старкрафта в Брудвар, часто смотрю. То есть, смотреть за этой игрой тоже мне нравится, но играть я совсем не умею. Только компанию прошел и все. Почему так? Ты не прошел компанию второго Старкрафта с замечательным, ну, таким, ладно, сюжетом, синематиками, трилогией, но прошел компанию первого Старика. Она тоже прекрасна, безусловно, но как так? Ну, потому что, как бы, у меня не было интереса играть соревновательно, потому что надо много учить билды, там, механику. Поэтому оставалось только компания. А в Старкрафте втором я, как бы, начал уже с мультиплеера. И уже с мультиплеера особо не было интереса в компании играть. Сколько ты в среднем играешь в Старик? Ну, не знаю. Но я стараюсь и 20-30 игр в день сыграть. Но я не считаю, что надо прям все свободное время, даже если ты прогеймер, тратить только на игры. Во-вторых, нужно смотреть вводы остальных игроков, тех, кто лучше тебя играет. А также анализировать свою игру и игры других про. И, ладно, давай о вчерашнем турнире поговорим. Наверное, я, к сожалению, не присутствовал на нем, увы. Расскажи, как турнир прошел в двух словах. Ну, мне попалась достаточно легкая сетка. Сколько был участник? 120 вроде. Ну, около сотни, не помню точно. На самом деле, единственные сильные игроки для меня были это Милка, Ваня и Рейл. Милка выиграл 2-1, ну, мог вполне 2-0. Он, на удивление, хорошо сыграл, не только против меня. Несмотря на то, что он вроде сейчас в инактиве. Потом я вышел в финал Винеров с Рейлом. Проиграл 3-2. Но не хватило чуть-чуть совсем. Там были небольшие завтыки у меня, поэтому проиграл. Да, был 5. Потом я играл в финал лузеров с Ваней. И тоже 2-1, как с Милкой. Но уже сказывалась усталость под конец дня. Сколько было времени? Сетка на 128, это довольно серьезное испытание, учитывая то, что и лузера были. Ну, регистрация в 10 утра началась. А уже последние игры где-то были в 8-9 вечера. Точно. Ты анимешник, мне сообщили. Это ложная информация. Ладно, хорошо, не будем. На Гудгейме ты не стримишь? Я просто не видел стримов. Пробовал? Чуть-чуть совсем стримил, но потом перестал, потому что немного отвлекает от практики. Почему? Комментарии, то, что нужно одновременно с этим говорить, или что именно отвлекает тебя? Ну, какой-то надо давать, во-первых, фидбэк зрителям. Все-таки просто картинку, мне кажется, нет смысла показывать. Ну, потом из-за стрима меньше FPS на моем компьютере тоже сказывается. Ай-пятый какой-нибудь у тебя, да? Прошлых поколений? 100-й. А, ну, нет, он потянет. Он потянет, но я играю на 200 FPS. А, тебе 120 уже не то, да? Да. Понятно. К хорошему быстро привыкаешь. Есть ли надежда, что мы стримы твои увидим? Просто после интервью, вот мы сделаем интервью, выложат, там люди посмотрят. Хочется какого-то предложения. Может появиться желание у людей посмотреть за твоими играми именно от первого лица и послушать, ну, может быть, даже между матчами просто. Не обязательно во время самой игры, это значительно сложнее. Но вот в паузах так делают многие. Ну, может быть, но я все-таки считаю, что мне надо еще повысить свой уровень игры, чтобы был какой-то смысл в стриме. Ты имеешь в виду для того, чтобы интересно было смотреть тебя? Плюс, когда делаешь много ошибок, мне нравится, когда на это люди смотрят. Ну, расскажи, как ты относишься к ошибкам, к поражениям? Какие чувства у тебя они вызывают? Ну, если честно, когда винстрик на ландере, меня это больше раздражает. Потому что иногда просто бессмысленно играешь против не очень хороших, не очень умелых оппонентов. Какой у тебя рейтинг сейчас? Ну, в районе 6300 плавает. Там же есть еще люди, я помню, по рейтингу, еще все впереди. Да, ну вот как раз я хотел сказать, что проигрывать топовым игрокам гораздо лучше, чем много выигрывать тех, кто ниже тебя по уровню. А матчмейкинг работает так, что тебя могут подсовывать реально людей значительно слабее тебя по уровню? Ну, на 500, на 1000 ММР это норма. Ну, так пул же игроков в гейме меньше, чем выше уровень. Может быть, имеет смысл увеличить время поиска, но сократить вот эту вот вилку, потому что я слышал, что люди жаловались, что тебе приходится играть. Ну, с одной стороны, это не так сложно, но и рейтинга дают мало. Но после поражения снимают довольно большое количество очков. Ну, я слышал, что это на корейском сервере особенно проблематично, потому что там бывает больше 1000 ММР разницы. Потому что там пул игроков топового уровня, он чуть меньше, чем у европейцев. Почему, кстати, как ты думаешь, что у них так ярко выраженный топ? Это из-за коллективов профессиональных? Ну, вот из-за Кеспа команд, наверное. А вот те, кто были не в Кеспа, они сильно отстали. Потому что, наверное, они не играли кастомов с ними. Поэтому на Корее сформировался такой костяк. Да. Да, и чтобы туда попасть, нужно переезжать в хаос, жить годик, а лучше два, да, наверное? Да. Ты не думал о том, что тебе, ну, во-первых, есть ли у тебя желание, в принципе, вырываться за пределы России и СНГ? Я, к своему стыду, не знаю, был ли ты на международных каких-то турнирах, европейских каких-нибудь? Я на ВКС ездил. Лучший результат – это на Валенсии. С 17-го. Ты в районе даже не ездил? Нет, это не я был. Я один ехал. Я занял 17-е место. А нужно было войти? В смысле, нужно. Ты не любили ту шестнальную часть, да? Ну, это топ-16 плей-офф был. Но это призовое место. Так что хороший результат. Ну, а планы какие? То есть тебе понравилось, тебе хочется выигрывать, ты особо не строишь каких-то амбициозных, не ставишь амбициозных задач? У меня план всегда лучшим стать в Стеркрафте. Не вижу смысла какие-то другие планы ставить. Хорошо, давай тогда перейдем к конкретике. На ближайшие полгода, что ты планируешь делать в плане Старика? Куда планируешь отобраться, поехать? Ну, если мы говорим о планах, то, конечно, хочется везде отобраться. Но там уже по ситуации, как я буду играть. Тренировки, кроме ладера, какие практикуешь? Конкретно под людей, кастомки, что-нибудь это есть? Ну, это вне ладера, это первым делом, конечно, кастомы. Хотя мне надо и больше играть с про-игроками. А также подготовка к сопернику, изучать его игры и так далее. Кастомки ты не играешь, потому что это более стрессовая штука? Ну, не совсем. Иногда тяжело найти партнера. А с кем тренировался? С кем кастомы чаще всего играешь? Ну, с Хиллрейзером, с Зергом, с Занстером. Ну, по-разному. Конечно, очень приятно слышать, что ты мыслишь очень схожим образом, как вот и нужно мыслить игроку, который искренне хочется пожелать тебе удачи. Вот. И будем болеть, будем следить. Напоследок, если хочешь что-нибудь сказать болельщикам, фанаткам. Ну, болельщикам спасибо, что смотрите мои игры. Окей. Спасибо. Тебе за интервью большое. Давай. Спасибо.